Еще один вопрос. Здравствуйте, помогите советам. У меня появилась ранее мне неизвестная тянущая боль в ноге от колена до стопы. Боли от колена до стопы. Сделал МРТ заключение такое. Поясничный лордов сглажен, высота тела позвонков не изменена, дегенеративное изменение тела L5-S1. Грыжа диска L4-L5. Сужение спинно-мозгового канала до 11 мм. Деформация дурального мешка с компрессией корешкового кармана на уровне L4-L5. Ковдальный отдел спинного мозга и структуру конского хаста. Неизвинены. Так. То есть есть грыжа с давлением корешка нерва. С компрессией корешка. Вот. И какие жалобы. Слабость правой стопи, а не менее внутренней поверхности этой же ноги. Большой палец онемел наполовину, потерял силу. На носке правой ноги могу стоять, на пятке нет. Скажите, можно ли это вылечить? Так. Грыжа L5-S1. А, нет. Грыжа L4-L5. То есть грыжа между четвертым и пятым поясничными позвонками. Вот здесь это находится. Так. В общем, здесь есть несколько вариантов. Эти боли и это ощущение онемения и слабости может быть вызвано грыжей. Но может быть вызвано издавление нерва уже после выхода из межпозвонкового канала. И скорее всего это так и есть. Потому что грыжа там описывается между четвертым и пятым поясничными позвонками. Вот. И при компрессии этого нерва будет слабость четырехглавой мышцы. То, как у вас описано, это компрессия корешка L5-S1. Но она может быть даже и без грыжи. Просто в межпозвонковом отверстии. Или может быть на уровне грушевидной мышцы, например. Тоже будет сдавлен. Все дальше нерфы и все вот симптомы будут точно такие же. Либо еще один вариант. Вообще тут грыжа ни при чем. Причина, например, вот в задней большеберцовой мышце. Эта мышца, вот она находится вот здесь вот. Между малоберцовой и большеберцовой костью. И она вот стабилизирует малоберцовую кость. Но она у вас сама собой слабая. То есть она не работает. Но почему эта слабость могла развиться? Здесь есть несколько причин. То есть это может быть травма самой мышцы. Она перестает работать. И когда она перестает работать, смещается таранная кость вперед. Возникает компрессия нерва разгибателя большого пальца стопы. Поэтому она не мел. Вот. И тут нужно определить, на каком уровне начинается компрессия нерва. Либо это причина вот здесь вот. На уровне задней большеберцовой мышцы. Тогда нужно с нее начинать лечить. Потом восстановить нормальную подверсти таранной кости. Освободить нерв, который идет к разгибателю большого пальца. Вот. Либо это компрессия нерва на уровне грушевидной мышцы. На уровне грушевидной мышцы. Тогда нужно убрать укорочение грушевидной мышцы. Перед этим посмотреть, почему она возникла. Может быть из-за слабости большой ягодичной мышцы. Или если это из-за компрессии нервом в межпозвонковом отверстии. То сначала освободить сам корешок. И после этого заниматься всеми остальными мышцами и суставами. Которые расположены ниже. Вот. То есть здесь может быть несколько вариантов. И в зависимости от того, в чем причина этих нарушений, будет различаться лечение. Продолжение следует...